Характерны из-за того, что это раса такая с большим количеством возможностей и с меньшим количеством отработанных моментов. Увы, увы. То есть, если бы вы за эльфов, так же как за андейдов, играли всегда, и вам этого хватало через первого Диму, через второго, там, какого-то другого героя, через третьего фиксированного, у вас было бы наиграно на этих героев, и, соответственно, в типичных ситуациях было бы в разы больше, чем... А если взять историю вот всей практики, которая есть, например, у эльфов, ну, мы берем андейдов, да, ДК, Лич, третий герой варьируется. Ну, то есть, ДК Нага Лич, ДК Лич Криптлорд, ДК Лич Дредлорд в разные периоды времени, неважно, неважно, неважно. Тинкер там для некоторых моментов, но основа всегда такая же, как у Хуманов. Вот, а вы потом берете эльфов. Патма, да, Дима, да, Варден на некоторых картах, да, Кипер, да, нейтральный герой. Долгое время были самые разные нейтральные герои. И первыми, и вторыми. Были там бестмастеры, тинкеры первыми, панды первыми, рейнджерки первыми. И, как бы, на мой взгляд, это тоже решает. То есть, это влияет на стабильность расы в целом. То есть, если у тебя нет, если у тебя там в 2, в 3, в 5 раз меньше наиграны типовые стратегии, чем у противника, то это большой минус. Это приводит к тому, что у тебя меньше практики, меньше типичных ситуаций, больше вероятность совершения ошибки. Поэтому в свое время Андрей Соболев, который, Дэдман я имею в виду, АПМ-70, вот этот наш легендарный, он же вместе с талантом, он же еще и Змором взял. То есть, он взял мега-стандартом против всех, одним против всех. Дима, Нага и Медведи. Почти против всех раз работала. И отработал на миллионе разных аккаунтов на протяжении нескольких лет, отточил до такого уровня, что... Против него тоже было очень страшно играть. Ну, то есть, как бы, до того, как ты не начал играть нормально, а вот когда ты сталкиваешься с человеком, и ты понимаешь, что... что там, как бы, все настолько заточено, что... Да, и ты уже начинаешь там пыхтеть, пыхтеть и пытаться прыгать через голову. Лучшим примером нестабильной игры является Мун, Фогич уже идет по стопам. Ну, да, Мун, Соник. Очень многие эльфы этим страдают. Но зато самое вариативное в плане выбора стратегии раз. Думаю, никто с этим спорить не будет. Самое, просто самое. Никто рядом и близко не стоял. По количеству стратегий. Диася, 161, привет. Ну что, у нас первый кипер здесь. Интересно, как бы Дэдмондс Хэппи сейчас делили призовые. Но если бы Андрюша не прекращал играть, то у нас был бы такой же игрок, как Граби, который бы не прекращал бы играть. А даже инактивный Граби еще что-то показывает. Ё-моё, козла сейчас загонит. Да. Да что? Ты же... Не, а я думал, что Хапач сюда телепортировался строго за козлом. Не только за артефактом. Но он просто козла вроде как здесь окружал в такой ситуации. Да, все равно он будет замечен. Самый главный тайминг построения этого дерева, что ты знаешь, что... Блин, да как Хантрес это... Ой, просто... Это... Это вообще без шансов. У Хантрески скорость перемещения выше, чем Гулей. То, что ее окружает Гулей, пусть даже Саурой, это ошибка Эльф. Дичь. И разведка еще при этом по тайминге. Да, конечно, конечно, видел. Минус Гулька, но в целом с такой разведкой, с такой позиции, Хапач должен изи просто отменить эту шахту. Ну и все, все ровненько по стандарту. В Испании отправил после Мунвейла. Отменяется база. Своги тоже прекрасно понимал, что он эту базу никак защитить в данной ситуации не может. Но он мог бы... Эта база могла быть защищена, если бы Фоги дольше морочил бы голову Хэппини, то есть не отдал бы... не отдал бы кота наверху. То есть побегал бы, поатаковал, подержал бы дистанцию, понападал, но не отдавал бы кота. Да, и спокойно... Такое унижение. Прекрасная разведка. С одной стороны, конечно, все прекрасно знают, что льфы должны делать. Что должны и что делают обычно. Где будут пытаться ставить базу. Но тем не менее, разведка, конечно, превосходна у Хапача. Персоналка помогает Дмитрию отлично здесь отбиваться. Гулят контролил, даже спас наверху. Добил, правда, мейном, к сожалению. Но это мелочь уже. Сейчас настолько впереди. То есть двойная отмена базы. Причем где-то две с половиной минуты он выиграл, как минимум. Даже без учета тех ресурсов, которые Хогич дважды потратил на отмене дерева, он уже потерял полтора, может быть, даже больше денег из недобытых. Из-за того, что база вовремя не была поставлена. То, что ты не добыл вовремя. Берн. Но третий ДК уже. Что? Новый добивает. Артефакт берет Димка, конечно. Но у него проблемы, потому что сейчас он новый еще одну может поймать. Хотя его все равно не убить. А, там... Ой, я бы вышел просто. Я бы сгорел и вышел просто. Капец. Так Фоги тяжело. Ну, там бутылка еще была. Это один из аргументов, почему магазин нужно под второго героя ставить. Не знаю, будет ли такой все-таки вариант у Фогича. Я давным-давно топлю за этот второй магазин. Почти в каждой игре. Этот магаз... В смысле, не за второй магаз, а за ранний магаз. Он бы в данном случае спас бы Деху. Еще когда на магазе он начал отступать, после дела Моноберн спас бы Деху. И знаете, эльфы перестали ранний магазин строить, потому что часто использовали второго нейтрального героя. И там реально ты не всегда можешь вовремя закупиться. Но если у вас второй герой стандартный, который, то бишь, выходит из алтаря после заказа на Т2, он все равно в фиксированное время выходит на базе. И он выходит под магазин. То есть, когда вы, например, ну, опять же, вот там кипер где-то бегает, вы берете по центру панду. Не факт, что у вас будет до следующей стычки, когда вам понадобится первый раз этот став, время метнуться кабанчиком на базу и прикупить став. Но если ты играешь через Деху, если ты играешь через Деху, через стандартного Деху, магазин стоит копейки. Да, там висп дороже стоит, чем магазин. Ну, я имею в виду фогичевского виспа за 120, естественно. Магаз — копье. Но став окупается на первом же юните, которого ты спасаешь. На первом же. То есть, дрядка стоит там сколько? 145 на 60, став 150. Это мы не учитываем то, что противник экспу получает. А каждый следующий спасенный юнит, и уж тем более герой, даже первого уровня герой 170 в алтаре стоит. Это уже все идет в плюс. То есть, дальше, дальше, дальше. Все это халява, халява, халява. Каждый новый заряд, как вот он полминуты перезаряжается и все. Но фогич что-то не уважает этот магазин. Я не знаю, почему он не уважает его. Экономит, видимо. Другого аргумента я не могу найти. Да, Мишек строит, Т3, все дела. Да, они Б5 играют. Это еще не последняя карта. Но одно дело, когда хэпич там проигрывает, да, на старте там отдает одну карту или две, как было в позапрошлый раз. И совсем другое, когда фоги начинает вот с такого. Это же тоже к вопросу о стабильности, потому что хапачу в целом плевать. Ну, ему в принципе плевать, из какой ситуации играть и в каких обстоятельствах играть. Да, он может поворчать, сказать, что там стулья, там сделать все максимально комфортно для себя, особенно на лане. Где Став, где Став опять сейчас? Сейчас Димка... Вот он Став... Магазин достраивает только сейчас. Только по Дорбо он делает магазин. Здесь минус Дриатка, минус Арча, минус Хантреска. Став бы уже трижды окупился. Трижды. Так вот, это к вопросу о стабильности. Афогич, он... Он переживает. Он от морали очень сильно зависит. Не знаю, какие он эмоции испытывает. Можно спросить его или только догадываться. Но... Он гораздо менее стабильный. Да, Лич третий, ДК четвертый. Разница по уровню героев не такая драматичная. Но вот эти вот сигналы все, которые поступают из разных сторон, да? По контролю по этим всем мелочам. Ну и по потерям по юнитам, по мелочи, конечно. Это... Добил, кстати, неплохо. Берн хотя бы сделай, но что ты делаешь? А, он Берн сделал на мага. У него в КД, видимо, был все еще в Манн Берн. Дестройеры отлично навешивают по медведям. Минус один медведь. Минус три гули. Минус второй медведь. Дестры шатают, Мишек. Просто шатают. Статуя хорошо пришла. Здесь с АО вам надо вправо сместиться к Хэппичу. Да, потому что там... Один барак, где Манхантер периодически наносит урон. И в целом здесь не обязательно сражаться. Еще минус одна надрядка, минус АО. У Хэппича 50 лимита, делается база, полный контроль над происходящим вообще в игре. Он не обязан, повторю, здесь сражаться. Он это делает, потому что может... Без серьезных там рисков, так скажем. В крайнем случае, у него есть два инвула, и он спокойно может уйти. Четко играет, очень четко. Исполнение великолепное. Просветка. Финд первый... Нет, наверное, второй финд в игре, который умер. Еще одна просветка требуется для того, чтобы убить... Нет, там висело, видимо. Ну, минус Медведь. И экспант. Четенько. Хорошо, хорошо обсидианка еще подблочила демон хампера. Хапачу, в целом, особенно... Вот Хапачу, Скайу какому-нибудь еще. Да, ГГ пишет Фогги. Он спокойно выходит из лимита в 50. Во-первых, у него армия рейнджовая, и каждый финд, он... Ну, он добавляет в силе, он не мешает особо всем остальным. Плюс с хорошим контролем тебе вот это вот увеличение армии... Ну, знаете, одно дело, когда ты заказываешь две дриадки 50-56, а потом в начале сражения их недоконтроливаешь, и они там кричат и умирают. А другое дело, когда в армии появляются финды, которых хрен так просто убьешь. По крайней мере, пока есть Кайлы, пока там еще закопались, еще просветили, еще там отвели до этого, еще всего. Короче... Больно, больно смотреть. Я из-за эльфов топлю часто. Не по-своему... Нет, ну, конечно, мне хочется, чтобы эльфы доминировали. И у Муна, кстати, получается это. Но... А фан говорит... Я помню, Михаил как-то говорил, что трехзнаки могут позволить себе больше остальных. Майкер, это верно? Это верно. Фан сто лет не видел этот аккаунт. Трехзнак, прям трехзнак? Трехзнак, фан! Марат, Марат. Санкт-Петербург. Если есть там товарищ Сайня, пожалуйста, отвесьте пенсионеру, который больше 13 лет как зареган на ГГ, подписочку. Товарищ зарегался еще до открытия официального сайта. Просто в первую там неделю, наверное, где-то в начале февраля. Ну что, погнали. Я не верю. Я вообще не верю, что Фоги способен с 0-2 вырулить с такой игрой. То есть три катки подряд взять? Нет. Нет. Пенсионный фонд Гудгейм. О, Трисандра Михайловна пришла ко мне. Триска, тиска. Ну давай, я тебя поглажу. Настроение хорошее, мышку мне не нужно трогать. Сапог говорит, а что, что-то дают Алдам? Я тоже 13 лет на ГГ. Во-первых, дают в качестве почтения, уважения. У нас есть две специальные ачивочки на сайте, которые достаются исключительно по дате регистрации. То есть, если вы даже там молодец, там стримите, или там турниры тащите, или там саппортите, или подписываетесь, но зарегались после определенной даты, вам уже не видать того лампового старого кубка нашего со старого сайта. Фан говорит, с 19 февраля. Похоже, Хэппи надеется пораньше закончить, чтобы спеть на героя от Майкера. Мы с такой игрой успеем фуфашечку катнуть. Я надеюсь, соберемся и успеем катнуть, потому что больше часа может остаться. Улан Удэ говорит, очень нравятся твои стримы, сейчас смотрю прохождение Бладборн. Сейчас смотрел до 6 утра. О, давно это было. Улан Удэ, спасибо большое тебе за то, что и посмотрел, и пришел, и поделился. Я, конечно, живу просто... Я не смотрю те видео, которые были раньше. Иногда товарищи реально приходят, которые... Ой, там... Я на Парагона наткнулся, Парагона там уже 5, что ли, лет. Или там я XCOM посмотрел. Я говорю, здрасте, пожалуйста. Добро пожаловать на ГГ. Вот. А у нас тут просто все в прямом эфире идет. И совсем другое, другая обстановка. Снейпер говорит, привет, Майкер, фуфа было вообще супер. Вообще супер. Окей. А я не смотрел, Майкера, наверное, лет 6, щечки подросли. Я пополнел. Я раньше весил там 65, сейчас 74. Все равно худой. Но... Да, лицо... Лицо округлилось. Меня кормят. Пока меня кормят. Бэкпэк. ДК пошел, да, действительно, харас. XCOM топчик говорит, Эмадга. Я не таким голосом это писал. Да ладно. Бабушка Муна здесь. Ой. Опенхеймер говорит, Парагон, это классика, надо знать, три раза пересматривал. А я что-то зашел разок в... Тоже кто-то говорил о Парагоне, я зашел, тыкнул на запись какой-то бой посмотреть. И что-то сам залип на полчаса. Интересно было повспоминать, ну и что-то комментирую, там стараюсь. Оооо, беда. Да, успела. Странно, конечно. ЮДК, слушай, у нас там помощник не это самое, не на связи, поэтому я бы сказал подарить примачок, но его нет. Сайня куда-то отошел. А, хорошая фишка сейчас была от Фогги, чем видели? Он мог спасти этого виспа, если бы был чуть-чуть побыстрее. Дектор говорит, 18.02 до Тореги, это же 13 лет, кто-то в школу уже пошел и почти заканчивается. Да, да. Да, очень много всего, всего хорошего. Было и будет. На стримфесте будем участвовать, уже решено. Правда, не совсем понятно, что конкретно будет. Ну, по некоторым граням уже понятно, что будет. И там еще партнера подтаскиваем. Опять же, РЦГ летом. В середине следующего месяца я в Челябинск еду. На пару дней покомментировать вместе с Каби финал по Старкрафту 2. Ну, решил, почему бы не съездить. Спасибо, Доди До. Ввиду отсутствия помощника, этот дедо подарок сделал. Ой, Моджистик тоже, здравствуй. Сенни говорит, не подарить, трехбук не показывать, у меня с него куча таких же начинающихся. А-а-а, это снова ты. А-а-а, Миша, может, к Новому году подумаешь, что это Коммандос? Ха-ха-ха-ха. Так, давайте к игре. Сейчас мы ностальгировать начинаем, и нужно же посмотреть сначала. На фуфашечке нафлудимся, если что. Готовьтесь там, расчехляйте мышки, готовьтесь, раскликивайтесь. Поиграем. Откуда в Челянинске с финалом по СК-2? А там какой-то финал то ли студенческой лиги, то ли чемпионата какого-то России по Старику. То есть, пригласили, я сначала подумал, зачем. Ну, то есть, там нет, ну, точно не ради денег. Учитывая то, что у меня бабушка из Челябинска, ее, правда, нет уже, но я там бывал несколько раз. И все равно это пара-тройка дней, работать все равно можно на дистанции. Решил, что смена обстановки будет интересна. Плюс, пообщаться можно будет с тем же самым Каби. Сто лет не виделись. Он же в Питере. О, минусовочка, Мин Май Уайф, прости, пожалуйста. Вечер же, а ФФА много сил требуется. Есть одно из занятий, специально для таких соколек. Недавно было замечено в чате. Совращают, совращают. Привет, жене, Мин Май Уайф. Базу прекрасно, постоянно Хэпич проверяет. То есть, там только что скелет разложился на севере. Алло, Стрикс тоже подарки. Добрый вечер, это финал чемпионата России в Челябинске. А, я не помню название турнира точно. Эндмэн, добрый вечер. Пока, пока не то чтобы хорошо, но терпимая ситуация у Фогича. Терпимая, терпимая. Да, кипер не третий. Да, экспанд не строится, но в целом это не ситуация, из которой ты... А, экспанд построил, извините, я пропустил. Да, 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 они играют в Б5. Это последняя карта. Ну, судя по тому, что мы увидели в прошлые разы. не, здесь, лича можно окружать вообще. Тужновато будет. О, 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 а это что было? Ай, как же хорошо. Некоторые моменты, я думаю, ну, какой Моноберн? А, там была новая еще. Некоторые моменты даже не хочется комментировать, потому что, если вы смотрите на экран, я уверен, что большая часть из вас играла в Warcraft. Кто-то еще играет до сих пор. И способны оценить, как бы, без слов. Стоит просто о сказать, и прикопка окружения под блок, и там тык-тык-тык-тык-тык, и вышел, а тот хотел подставить, а тот не успел. Ну, короче, да. Милаяр, привет. Лот Стрикс, мне бы поподробнее на почту, у нас как раз завтра планерка, я смогу этот баг зарепортить. Разбежали, скриппинг. У Фогича эксп скоро будет уже добывать. На каждый... О, приходится альтабиться. О-о-о-о! Да не, рано, рано пока, подожди. Подожди. Бзз. Гулька била только что леча, потому что тролли прям основательно наносили на него. Взял землю. Это интересно, для пуша или для экспа? Это для экспа, Акалит. А вот это интересный момент. Почему не собирает, не хочет... А, ну он, скорее всего, совместит, опять же, приятное с полезным. Помните, как на первой карте? То есть он зачистит и подготовит место и начнет делать эксп, и при этом пойдет пропушивать на лимите 50. Ну, убей голема. Молодец. Да, у Фогича будет выход опять же под лимит 60, и за счет более раннего экспанда у него будет преимущество по лимиту, но с этим лимитом он управляется похуже, чем Хэппи. Справедливости ради стоит сказать, что, да, Дриаткам против Финдов сражаться сложнее, потому что у Дриат больше, чем на 115, кажется, единиц здоровья меньше, у Финдов там 550 у Дриат, кажется, 435, но я не уверен точно. Во-вторых, тип защиты тип атаки, то есть Финды бьют с бонусом, а Дриатки штрафуются по основной атаке. Вот. Ну и плюс есть Койл, есть Закопка, то есть факторы такие, иногда, когда уже Финдов там, не знаю, 7 плюс, ну 6, наверное, плюс, плюс Арба Алича, ты уже Дриатку, кроме как Стафом, никак не спасаешь. То есть один залп уже маркируется Дриатка, которую, если ты начинаешь ее сразу уводить, ты, скорее всего, пропустишь второй залп, а этого уже достаточно будет для того, чтобы донести необходимое количество урона, чтобы она сдохла. И в определенных ситуациях действительно не имеет смысла даже контроля Дриаду. Ну, потому что ты не наносишь один-два выстрела ей. Куда ледокол делается? Работает, все в порядке. Вот написал, что на одном из серваков диск выходит из строя. Написал он это 50 минут назад, 40 минут назад. И он как раз чатик вернул к жизни. Они сейчас работают с Пашей над новым плеером. Фогич неплохо крепится. Что там выпало? Клок оф флеймс. Нет. Ага, религуд айтем. Вспомните, как много времени Дима проводит непосредственно рядом с юнитом. Просто вот вспомните. Религуд айтем. Конечно. Процентов 60 своего времени он в беге просто. Он так вот бегает, сделал моноберн, отступил. Стаффл восстановился и вернулся. Тау Мяу говорит, давно не заходил, стрим не подрубал, нигде не видно ему. Что? Тау Мяу. Вампирчик. А, религуд айтем тусел, он сказал. Я не услышал тусел. Начал уже сразу спорить с ним. Хороший плеер, кстати, в бета-версии, задержка стала стабильна в 1 секунду, не плавающая 5-6, запускается быстрее. Да, эти как раз две фичи пока уже есть, но он все равно сейчас не совсем стабильно работает. Ну и там автокачество еще доделывать должны. Ну и всю внутрянку, которая стабильно должна, ну которая с текущим плеером работает. Знает об экспанде сейчас Фогич, и похоже, он только-только о нем узнал. И это, хотя вероятнее, что я не увидел вовремя сделанную разведку. Даешь про ледокол. В целом, обратите внимание, что Book of Dead не продан у Хэпич. Интересно предположить ситуацию, когда эта книжка в такой стратегии, которая у Фогича, ну которая включается миллион просто дриад, она окажет, ну по логике ты должен убить всех дриад и тогда сделать книжку. Но по идее, когда ты убиваешь всех дриад, эльфа уже не остается. Ну то есть там книжка, не книжка, вообще не важно. Невидимый демон хантер, чтобы правильный бернен наносить. Но с козочками ты не можешь штурмануть базу. Не можешь андредовскую базу нормально штурмовать. У Фогича еще на руках 700 голды, сэпплай блок классический на 70 лимита. Это косяк безусловный. А, и мы сейчас давай посражаемся, косарь на руках. Погнали. Вот он только что сделал лимит 70-80. Коты мертвый лимит уже улетают очень быстро. О, нет, Book of the Dead вызывает, ну, халявный эксп. Да. Все-таки он собирался с веток неплохой. Слушайте, а в целом тут даже Фогин более-менее нормально сражался. А представьте, здесь было бы еще плюс там, плюс 3-4 дрядки. Проблема в экспанде андедовском. То есть сейчас Фоги уже лишился того преимущества раннего экспанда, лишился того буфера по ресурсам, который у него был. И, ну, надо было либо третью ставить значительно раньше, если ты не отменил ему экспант, либо, ну да, выход медведя, непонятное дело. Минус протектор. Кажется, Хэппич даже выходил на правую эксп. То ли это было калит, то ли... Кажется, у меня треска сащила чайный пакетик опять, да? Диссидент. Колд Диссидент. Торопиться Хапачу вообще никуда, поэтому он собирает последних несчастных нейтралов на карте. Ну, а все, все замечательно. Дотянет он с таким миксом до лимита 80 и будет вообще шикарно. Козы там офигевать будут от происходящего. если хочет в кадр. Ладно, заходим. Такая ты здоровая уже, ё-моё. мишки под дистроф. Дестройеры появились раньше, чем медведи. заходим. Зе дум говорит, мишки, мишки, а давай после игры глянем ролик на ПКЛ 2004, поностальгируем немного, послушаем твои басни про игроков времена. А, видимо, ты уже застал, когда мы смотрели этот ролик. Мы к нему возвращались сразу, наверное, три. Ох, я помню все эти лица. Караваджо, Карма, Каще, там, Писклю, что... Адвоката. Старички. Хорошо играли вообще. Такие. Ну, в целом, знаете, школа стратегическая у нас очень хорошая. Что по первому Старику, что по третьему Варику. И даже по второму Старкрафту. СНГшное, я имею в виду. Любят у нас хорошие стратегии. 80 лимитов в Фоге, 75 у ХАПа. ХАПа. И... Да, грейды хорошие, согласен. Сейчас будет 3-3. Гиппесов не хватает уже в этой всей бригаде. Сколько дистров? Капец. Ну, все. Как бы, давай. Давай, посражайся. Проблема Дриад, который якобы контрят Дистроеров, в том, что за то время, пока они будут фокусить, даже если правильно все будут делать, фокусить Дистроф, во-первых, они будут умирать довольно бодренько от финдов, и Дистроеры будут быстрее убивать медведей, чем Дриады будут убивать финдов. именно поэтому в такой связке тот же самый Мун или Ла Лайт предпочитают уже как бы с десяток гиппесов иметь. Вот, но Фогич тут просто разваливается. Капец. Да, минус, минус один, минус один финд, минус второй даже финд. Фокусит, вон, смотрите, фокусит одного Дистро. Убил, но медведя уже нет. Оп, и нету. Фогич получает какие-то киосы. Ну что вы начинаете? Там пятый ДК уже, почти пятый лич. Я вас умоляю. Ставит Хапач еще справа базу, нам не показывает, но видим на... Четенько, четенько. Берна надо прописывать. Завтыкал с Берном, получил новый. Сделал Берна на 36. Инвол, но из последних сил отбивается. Лимит типа 70 на 65, но эта битва проиграна просто почти подчистую. Но вам... Заметил я трушу Тауру у ДК. Хорошие ауры у Хапача, конечно. Да. Исп отчаянно пытаются отчинить. Нова третья влетает минус все виспы. Койл и телепорт. А телепорт очень логичный. Во-первых, у тебя строится третий, во-вторых, ты только что... А, Дима чуть не сдох, просто... во-вторых, ты убил только что пять виспов, на восстановление пяти виспов нужно сколько там, больше минут, они по 15 секунд вроде строятся, пять штук. Поэтому тебе нужно там 75 секунд для того, чтобы восстановить добычу. А у Хапача работает база, и там еще вторая достраивается, тоже работает. То есть там реально уже не за что было сражаться. То есть если у тебя есть время, которое будет работать на тебя с точки зрения экономики, то почему бы не воспользоваться. Вот и очень грамотно, очень грамотно. Энты прибежали, увидели третью базу, ситуация усугубляется. Фоги это понимает, ему нужно сейчас атаковать эту третью базу, иначе он не просто на равных будет с Андэдом, так еще сейчас страдать будет по ресурсам. Особенно, когда у него закончится мейн, и они будут не три в два, а два в один. И пока там дерево дочапает, еще Андэд будет в два раза больше денег получать. Плохой вариант. Поэтому Фоги выдвигается на эксп, но ситуация у Хапача такая, что лимиты равны герою лучше. Я... Серьезно, не будешь сражаться? Не верю. А, он делал... О, в козла влетает сразу. Заметили, как Дистры сделали диспл на козла? Они пытались обнаружить демон хантера. О, хороший став. Красиво. Но тут немножко недоконтраливает. Да. Ну, какое вы потянете? Забей. Ну, да, было... Но нет. Попытка окружить вообще классно сейчас отконтраливается. Лича пытаются окружить. Лича? Лича? Инвол на Личе. Съедают. Козла бьют! Козла! Не дотянулся с Таффом, а там КД был. У-у-у, минус козел. У-у-у, сейчас отчаянная попытка Лича убить, но все медведи сдохнут на этом Личе. А, там Инвол 15-секундный, судя по всему, был. Нарезает. Там Димка, конечно, старается. Медведи. 58 на 56. Запелин помогает, но Дима не какущий. Берн на 150. Неплохо. Не успела сделать... Ай, дирижабль, дирижабль пал. Инвол, срочно! С таким головокружением мы далеко не убежим. Димка, Димка, держись, Инвол! Подблочь слева козой! Молодец! Да нет, там Инвол, и он быстрее убьет, умрет Дима, потому что его сейчас отпустят. Блин, как, как же близко. У Хэппича два косаря на руках. Дмитрий, да заказался сейчас. Очень сейчас был сфокусирован, я бы даже сказал, зашорен немножко, Хэппи. Он прям сейчас пыхтел, 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 ни на что вообще не отвлекался. И в этот момент, как бы, три базы делали свое дело, набирали золото, и... две... Я просто очень редко вижу ситуацию, когда у Хэппача на руках, ну, когда ты должен заказываться, больше двух косарей. Это обычно... обычно Фогич этим страдает. Да, высокоуровневые герои, андэдовские. 6-6 на 4, прости господи, козла этого, 4-5. Димка получил много экспы, на половину шестой. 6-6. Если бы у андэдов еще нормальные ультимейты были, он в Хэппе считай взял или чего этот... Death and Decay. Неча Блэсинг есть. Что делать, когда Димка будет шестым? Ну, и мы, во-первых, ульту подрезали, она действует меньше по времени. И у тебя всегда есть опция, особенно если ты выступаешь в качестве агрессора, и человек отбивается при помощи ульты, тыкнуть телепорт просто и все. Все еще две базы есть. Ну, захочет он сражаться, но не сражайся ты с ним. Либо отступи за счет ауры хорошей, третий, причем, третий ауры. Либо стелепортируйся. Что, Димка под ультой действительно может внести, так скажем, свою лепту в битву, но... Хэппи там прекрасно знает, что из себя представляет Димка. Понимаете? Оценить степень угрозы, понять и простить. ТП прожать, отступить. Пятый Дима. Ну, ну еще надо, чтобы Димка дожил до этого шестого. Это же проблема, потому что Фогича уже меньше. 74-66. Виспы готовятся. Эти ребята долго не живут. Там Лич не будет долго думать. Просветка неплохая. Рассчитывалось, что Димку он обнаружит. Ну, если виспы кучно будут идти, Хэппич не пожалеет нову в них. Потому что лучше там трех виспов шатнуть новый, чем... Ну, чем как бы... Оп, нова виспов только что влетела. Убила, правда, только двух виспов, а не четырех. Почему Хэппич шейду не сделает? Не знаю. Лес, наверное, не хватает. На Сакрафайшал Писк. О, Дистройеры высасывают маны из обсидианки. Это значит, что идет атака. Атака! Какой же сплэш от Дистров? Минус два медведя уже. У-у-у, Дистры с маной. Медведи разваливаются. Остается три, причем два из них красных. Дистр, правда, один падает справа. Но почти все медведи уже опять закончились. Жесть. Дрядки кричат. ДК седьмой. Ну, маны нет на ультимейте. Жирает. О, чуть козел не пропал. Вы видели? О, там такой был стафф. у-у-у-у. Там одновременный эффект новый и персонального телепорта. Они одинаковые по цвету. Ну, такие холодные, да, беленькие, беленький с синевой. И я думал, что Кипр так просто эффектно покинул этот мир. Но нет, он успел. Он успел ливнуть. Манаберн хороший от Фогича. Ну, 67 на 40. 3-0. Просто 3-0, ребята. 3-0. Конечно, close. У него games looking close. Я всю серию с улыбкой на лице такой посижу. Не знаю, за что зацепиться. Просто то есть всегда, всегда немножко, но впереди. Close. Close. Покупает ауру Архмага. Close. Аурные артефакты очень хорошо заходят, когда у вас уже вы приближаетесь к лимиту 80. Там 5 аур. А, еще паладиновскую взял. И, скорее всего, Трушот он тоже приобретал, а не выбил, потому что она появилась, я помню, позже того, как все основное было закреплено. Короче, не дотянул ДХ до 6-го. Мне кажется, он дотянет. Но даже в такой... Ну, разница в 25 лимита. Что здесь Димка сможет сделать? Короче, Хеппич убивает 3 of Eternity. Главное дерево на 2 косаря. Фоги в этот момент пытается шатнуть эту шахту. И шатает. А, тут на колите можно 6-й уровень получить. What? А, слушайте, там же дерева нет. Там же наверху дерева нет. Что я несу? И Фоги, соответственно, не может отстроить даже стыдим уже. Упс. Но у Фоги чинят дерево. Не знаю, делается, не делается там последнее. Зачем ему последние вот эти вот две дриады? Может, все-таки лучше дерево сделать? Потому что в лейте все равно Фоги растеряет юнитов. То есть... Ой, какой диспал опять. Видите, дестройером. Так, тык, 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 тык. Да, если бы была шайда, Хэппич много денег бы сэкономил. Он уже столько просветок купил в попытках Диму проконтролировать. Демон Хантер, 6-й уровень, сразу минус половина хп. Что? Реджув, инвол. Зачем Хэппич здесь сражается? О-о-о-о! Кажется, кажется, на пофиг решил Хэппич тут показать, что как бы мы с Эмбою ушастые вот таким образом справимся. 63, Дестройер еле-еле вроде как уходит, козел подставляется, герои пустые, Дима начинает нарезать уже круги, чувствует, что сейчас по его душу. О-о-о, опасно, но там есть телепорт еще. Став! Дима телепортируется не к Мэйну, а к алтарю. Это строение, к которому происходит став. Если у вас уже нет деревьев, что ж поделать. Я помню, мы там экспериментировали до последнего здания, к чему там... Сначала, кажется, алтарь, потом барак, потом ферма. В общем, ну, если за Хуманов вы ставаете. Дима падает. 3-0. 3-0. И у нас времени, к сожалению, на Фашечку нет.